Патриархат – это социальная система, это общественное устройство, при котором женщина является объектом угнетения, эксплуатации и оказывается в подчиненном положении. Исследователи, такая исследовательница как Сильвия Волби, и я о ней говорю, потому что я разделяю эту точку зрения, они разделяют патриархат на публичный и приватный. Этот приватный патриархат в основном реализует себя как система подчинения женщин в сфере семейной жизни, в сфере частной жизни. И носителями воли, субъектами этого подчинения являются отдельные конкретные индивидуальные мужчины – отцы, супруги. И можно, как всегда, сказать, кто угнетатель супруги, ее муж. Патриархат становится персонализированным. Но в публичном патриархате – нет. В публичном патриархате очень трудно назвать вот этого индивидуального носителя угнетения, эксплуатации и доминирования. Это сама структура, это само общественное устройство. На самом деле угнетается патриархатом не только женщина, но и мужчина тем самым фактом, что существует жесткое представление о их ролях. И вот этот публичный патриархат, то есть патриархат в общественной сфере, в сфере занятости, в сфере политики, в культурных репрезентациях, то есть в тех картинках, которые нам сообщают представления о мужественности и женственности, вот этот патриархат действует по-другому. Он не исключает женщин полностью, он их включает, пожалуйста, занимайте свои позиции на работе, в политике, но включает на определенных условиях, сегрегируя. Мы тебя сделаем вместителем премьер-министра, но ты будешь отвечать за вопросы здравоохранения. Патриархат может, конечно, определяться как механизм угнетения женщин, но если мы оптику сдвинем, мы увидим, что это также механизм угнетения мужчин, потому что он давит и разделяет, предписывает и сегрегирует. И если мужчина не вписывается в матрицу доминирования, которая ему приписана обществом, будь охотником, будь насильником, будь бредвинером, кормильцем, то он будет слыть негодным, неудачником, ненастоящим мужчиной. Когда обсуждается гендерное отношение в России, то очень часто звучит тезис о женской власти. Эта дискуссия о женской власти, обсуждение ее, конечно, каким-то образом затемняет вопрос о гендерном неравенстве или ставит его, по-другому его формулирует. На самом деле, о каком патриархате мы можем говорить, о каком феминизме мы можем говорить, женщины действительно обладают ресурсами, потому что они работают. Но не только поэтому, а потому что у них есть еще особая женская власть. И такие обсуждения характерны не только для нашего общества, но в нашем обществе совсем с недавних времен появился даже специальный жанр литературы, который исследователи называют стервологией. Это разнообразные сборники наставлений, домострои определенные, руководство к действию, написанные психологами, которые обсуждают, как женщина может манипулировать мужчинами. И вот в этой категории стерва, которая почти что обценная лексика, во всяком случае этот термин явно не поощрительного характера, в нем как бы едино встроены два образа женщины. С одной стороны, той, которая нечестными путями добивается поставленных целей, нелегитимной власти используется, а с другой стороны, которая все-таки субъект имеет свои цели, готова их защищать и продвигать, но делает она нечестными путями, используя так называемую женскую власть. Мы предлагаем вместе с моей коллегой Анной Темкиной и другими исследователями говорить, что вот такая женская власть – это власть слабых. И вот эта власть манипуляторов, она, конечно, связана с предписанными ролями. И за что, что такое вот эта женская власть? Это власть соблазнения, это власть интригги, это власть, которая не признается как реальная борьба за свои права. Это просто использование своего положения для того, чтобы управлять этим бедным мужчиной. Мужчина – голова, женщина – шея. Эта власть находит себе применение только потому, что патриархат работает, что у женщин нехватка нормальных ресурсов. И тогда, будучи реальными субъектами, они прибегают вот к этим самым малолегитимным способам. Вот в этом заключается власть слабых. И поскольку женщина не допущена на равных с мужчиной соревноваться за какие-то значимые блага, она начинает пользоваться вот этими подковерными тактиками для того, чтобы добиться своих целей. Вывод такой – власть слабых существует, и женская власть как таковая, как власть манипуляторов, как власть интриганок, интриганов, да, она существует как власть слабых. Если не будет патриархат, исключающего их и сегрегирующего, не будет и власти слабых. Субтитры создавал DimaTorzok